Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте. Главная цель нашего цикла сделать так, чтобы разные отдельные стихи из псалмов, которые мы читаем дома, читаем в храме, были бы нам понятны и были бы нам интересны. Потому что очень часто нас окружает иллюзия того, что мы понимаем читаемый текст, а на самом деле перевод славянский, даже перевод русский не столько раскрывают смысл, оригинальный смысл этого текста, сколько скрывают и затемняют его. И в этом отношении, без хорошего комментария, без комментатора, без экзегета нам не обойтись. Тема нашего сегодняшнего разговора – Псалом 55, стих 9. И вообще наш сегодняшний разговор можно назвать таким выражением «бутылочка для слез, которая есть у Бога». Сегодня об этой бутылочке мы и поговорим. Итак, читаем этот Псалом в русском переводе. Переводчик РБО написал так. «Горести мои у тебя записаны», то есть мои человеческие у тебя у Бога. «Собери мои слезы в твой сосуд, да будут они в книге твоей». И вот этот очень сильный образ, по которому можно вообще запомнить весь Псалом 55. Это Псалом, в котором есть упоминание о том, что Бог собирает слезы людей и кладет их в какой-то сосуд, кувшинчик, чашечку, какую-то бутылочку и так далее. И вот это есть довольно сильный, понимаете, образ. Но, впрочем, в этом стихе есть своя загадка. Загадка стиха в том, что в языке еврейском никакого сосуда, бутылочки, кувшинчика нету. Там есть слово «мехи». «Положи мои слезы в мехи, которые есть у тебя». Ну, конечно же, мы знаем из разных книг по этнографии, из разных фильмов, из фильмов документальных, что на Востоке бывает непросто хранить воду, возить ее в чем-то таком жестком, таком хрупком, на самом деле, таком, может быть, угловатом. Потому что есть момент перехода, когда ты едешь на своем верблюде, на своем ослике долгое время, и для этого никакой кувшин, чтобы там везти воду, запас воды не годится. И давным-давно, видите, еще во времена царя Давида, даже еще более в древние времена, такое было выдуманное устройство, сшитое из мехов, да, из шкуры животного, обработанное, вычищенное правильным образом, не пахнущее, удобное и прочное, куда можно было налить воду и вот положить этот вот сосуд гибкий, без углов, которые невозможно было разбить на, допустим, на седло, на спину ослика или лошадки, либо верблюда, и так вот, понимаете, ходить. Так вот, именно такие мехи есть у Бога. Вот, и эти мехи у Бога имеют специальную функцию. Есть особые мехи у Бога, куда Он собирает слезы, выражение грусти, разочарования, отчаяния, одиночества, предательства, которые претерпели Его люди, Божьи люди. И вот мысль очень сильная, такая новозаветная. Бог помнит каждую пролитую невинную слезу, вот, обиженного человека, неправильно обиженного человека, и для Бога это есть серьезная вещь. Ну, конечно же, мы не имеем в виду детей, которые любят плакать, и вообще есть слезы, связанные с манипулированием, манипуляцией, когда, допустим, манипулирует сын матерью или отцом, или жена манипулирует мужем. Мы не разбираем эти вещи. Эти слезы Бог не воспринимает всерьез, наверное. А вот то, что действительно вызывает какое-то горе, эти слезы, это для Бога очень важная вещь. И Бог собирает в свои мехи эти самые слезы. И есть подобные образы уже в новозаветной Библии. Вот там есть два похожих по идее, по смыслу стиха. Ну, вот, например, стих, помните, из Евангелия про то, что Хрисус говорит, ваши волосы сочтены. Вот, то есть, Бог знает до того хорошо все ваши, все нюансы вашей жизни, вот, все события вашей жизни, какие-то, может быть, даже мысли знает. Как он знает, вот, в такой же мире, как он знает количество волос у вас на теле. Ну, мы знаем, что это невозможно. Даже используются современные технологии, невозможно их почитать. А Богу возможно. Вот. Невозможно помнить всю жизнь, все ситуации в своей жизни, хорошие и плохие, такие довольно приличные и постыдные. А Богу возможно. То есть, Бог целиком знает все нюансы, детали нашей жизни. Вот. Это раз. А вторая, подобная, похожая, вот, идея, выражена уже в апокалипсисе, в книге Откровения апостола Иоанна о том, что однажды, мы читаем, смерти уже не будет. Вот. И Бог отрет всякую слезу сочей их, сочей своего народа. И вот время, когда мы будем без слез, когда не будет никакого горя, вызывающего у нас эти ручьи, влаги, появляющиеся в наших глазах, а причина этого бывает довольно нерадостная, смерть, болезни, потери, вот, лишения какие-то. Многие люди оказываются беженцами, лишаются своих родных, оказываются незаслуженно в тюрьме, под наказанием, объектом преследования и так далее. Вот однажды всего этого не будет. И зло будет как будто бы вырвано с корнем, изъято. Все обидчики, все злодеи, они покинут общество Израиля, общество Божьих людей. И будет уже действительно вот это вот новая радостная жизнь. Иногда возникает такое сообщество, это бывает иногда круг друзей, два-три друга, вот, они вот общаются, либо семья бывает, либо даже бывает на приходе возникает такая ситуация, что люди стараются, чтобы не было слез у их братьев и сестер, друзей, либо родных. Вот, и тогда в этом отношении, когда есть такое желание, в этом проявляется то, что Царство Небесное, будущее Божье Царство, частично каким-то отражением, да, каким-то предчувствием присутствуют уже здесь в нашей жизни. Дорогие друзья, будем соучастниками этого движения, будем сопричастниками этого какого-то филиала Божьего Царства в наших семьях, в наших приходах, и будем помнить, что у Бога есть какая-то бутылочка, какие-то мехи, и Бог туда собирает слезки всех обиженных христиан, всех людей Израиля. Дорогие друзья, спасибо за внимание, всего хорошего, портал экзоге.ру из Петербурга, не болейте.